Тема нашего занятия сейчас постановка на якорь. На нашей яхте, как и на многих других, есть якорь с якорной цепью, и, соответственно, все это расположено в якорном ящике. Несколько типов постановки, просто на якорь, скажем так, первый вариант. Здесь вот у нас с вами бухта. И мы с вами хотим вот в эту бухточку запрыгнуть в нашей яхте и встать на якорь. Как нам надо выбрать место? Ну, скажем, мы решили встать вот в этом месте на якорь. Встали замечательным образом. Здесь у нас якорь лежит. Ветер нам дул сюда. Мы вот так поставились. Что дальше будет происходить? Все замечательно. Стоим, купаемся. Теперь у нас ветер поменялся. И наша яхта замечательным образом сместится вот в это место. У нас тут будет крэш. Нехорошо. Нехорошо. То есть вот данная постановка в этой бухте на якорь, вот таким образом, как иногда многие делают, ну, там, где не хочется растягиваться, растягиваться на дополнительную шварту, она здесь неправильная. Единственный правильный вариант, если эта бухта узкая, то нам растянуться на береговые какие-то объекты, зацепиться. Это может быть у нас дерево, камень. Иногда в Турции даже там в местах массовых постановок, лодок, есть даже битинги, уже вбитые там скалой и так далее. Мы с вами вот можем именно таким вот образом встать и растянуться, как на причале швартовыми, на эти объекты. В данном месте мы за битинг, понятно, нормально там, восьмерочками завяжем. Вот. А за камушек, Серега у нас поплывет, он уже знает, умеет, и завяжет гулин. Мы так можем простоять. А вот вену что сделать, да? Если я одной бы так уходила, чтобы не ушла уже сюда. Совершенно верно. В принципе, если мы знаем, что прогноз погоды будет комфортный, раз, если мы планируем недлительную стоянку, два, может быть, на два, на три часа, на четыре, дневную какую-нибудь стоянку на обед, то можно остаться на одном швартовом с якорной цепью будет, ну, просто им ничего не делится. Если же мы предполагаем, что будет усиление ветра или на более длительную стоянку, чтобы уж наверняка нам более жестко закрепиться, быть уверенным, в стоянке-то лучше, конечно, и правильнее будет. Второй швартов кинуть, растянуться, потому что один швартов, сами понимаете, если здесь длинная веревка, длинный швартов, и мы много цепи выпустили, то движение нашей яхты под одним швартовом будет достаточно большой. А вот если у нас будет второй швартов, то эта амплитуда уже будет совсем маленькой. То есть мы более жестко стоим. А теперь этот будет вообще можно сюда вновить, поберечь, да? На одном этом? Да, да, можем прийти. А вдруг-вдруг здесь камушки где-то вдоль побережья, конечно, это будет для нас опасно. Кроме того, допустим, мы пришли в бухту, а здесь уже стоят несколько яхт. Без растяжки на берег. Где нам встать? Если позволяют глубины и радиусы разворотов, то мы должны будем с вами встать оптимальнее всего. Ну, во-первых, мы можем встать между яхт, если дистанция составляет не меньше корпуса яхты, а лучше два. Ну, полтора, лучше полтора. Полтора корпуса яхты. Даже вот таким образом позволительно встать. Но и надо иметь некие понятия того, как это делать. Первое, вы должны знать и быть уверены, что якорные цепи у них расположены в одном направлении. Якорная цепь выпущена одной длины. Как это нам сделать? Уточнить. Мы просто по вам и спрашиваем. Покажите место, где у вас якорь лежит. Вон там. Сколько цепей вы выпустили? 30 метров. Ага. 30 метров. Сюда к этому поплыли. Где у вас якорь лежит? Там-то. Сколько метров вы выпустили? 30 метров. Ну и можно здесь поставиться. При смене ветра ситуация будет следующее. Так эти все лодки будут гулять и никого не задевать. Такая постановка возможно, возможно, но она такая критическая. Почему я говорил так возможно там, да? И зачем так рисковать? Да потому что иногда приходишь в бухту, а уже все занято, надо искать место. а впереди там сильный ветер, сильная там волна и так далее. Бухта одна. Всем хочется спрятаться. Уйдешь в море, будешь всю ночь колбаситься и не поспишь. Поэтому, может быть, иной раз лучше вот так. Другой вариант постановки здесь на якоре. Мы можем подойти сзади плотненько, прямо вот сюда вот, бросить здесь якорь и растянуться назад на те же самые там 30 метров. То есть, друг за дружкой. Та же самая будет ситуация. То есть, ветер меняется и мы никого не заденем из этих яг. Это лучше, но не просто. Это лучше, но чаще всего вот так уже все встают. Все уже занято. Но, скажем так, ищем на оптимальный вариант. Естественно, мы не должны вставать на растяжку, если остальные яхты просто стоят на якоре. Потому что, оставшись на растяжке, мы сами же приведем к столкновению. Как же все-таки правильно поставиться на якорь, да, сколько цепи выпустить. Только что Сергей задавал вопрос, а 20 метров кинуть не меньше или не больше, да? Вот, когда мы наверху сидели. Да, да. Я спрашивал, на какой глубине можно ставить яхрь. Вот. А не 100 метров, наверное. Вот, как раз рассказываю. Ам. Да, пас в профиль. Правильная постановка яхты на якорь соответствует выпуску выпуску не менее 5 глубин в данном месте. Длина якорной цепи должна быть более 5 глубин. Это оптимально. то есть если у нас длина цепи сейчас 60 метров, то минимальная глубина, максимальная глубина, которая нам подходит, сколько будет соответствовать? 12 метров. Все, что больше, уже не в лучшую сторону играть. Максимальная глубина для нас 12 метров. Все, что больше, иногда, если сейчас рассмотрим грунты какие-то, можно уменьшить немножечко, но уже будет играть не в нашу пользу. Будет больше. если будет больше, то не стоит вставать вообще. Да, все, я буду. допуская нашу длину полностью. Скажем, если там будет 5 метров, то мы допускаем 25 метров и стриг нормальный. Да, но как все рекомендуют и по хорошей морской практике ХМП, чем больше цепи ты выпустишь, тем лучше. Скажем, если у нас здесь глубина 5 метров, по правилам мы должны выпустить не, как ты говоришь, 25 метров, но если мы выпустим 30 или 40 метров, это будет более надежно. Но вот радиус взвода будет уже больше, да? Да, конечно. То есть чем меньше уже места, тем она будет короче, но не менее чем 5 стояний. Совершенно верно. Но если мы стоим, сегодня у нас будет такая с вами швартовка, так называемая средиземноморская, когда яхты встают на якорь в марине, с растяжкой кормовыми швартовыми на причал. Так вот в этом случае здесь обычные глубины в маринах соответствуют там 2,5-3 метра, 4 метра. Но у нас будет тут бухточка поглубже, там 5-6 метров. Если мы здесь выпустим с вами 40 метров цепи, то у нас будет более надежная стоянка. И мы не помешаем никому, кто будет захотить в свой отряд. Если мы хорошо с вами поставим цепь правильно. Она лежит обычно, То есть она будет лежать в полности. Сейчас до этого. Да, понятно. теперь рассмотрим как стоят лодки как нам быть когда мы зайдем в марину сегодня. Вот у нас тут стоят лодочки на больше, другая шире, и меньше. Естественно там у нас с вами не супер мастера иногда кладут якори, якоря растягиваются. Поэтому вы будете наблюдать вот такую картинку чаще всего. и мы подходим с вами к Марине и видим такую картинку. Там видно направление куда входит якорная цепь. У кого такие наклоны входа якорной цепи в воду. Соответственно подойдя вот к этой группе яхт мы видим что более-менее мы можем встать и здесь и здесь. А вот если бы вот тут яхта стояла вот так вот и здесь есть место то вероятность того что мы положим сверху него якорь очень велика потому что нам надо кидать напротив своего места якорь вероятность причине есть но тут есть какие варианты первое если вот эта группа стоит здесь то можно поставиться здесь предполагая что в дальнейшем у нас здесь все будет хорошо и рядом яхта которая в будущем с нами встанет она не поставит его поверх нас мы только можем надеяться в этом случае стараться сюда не вставать но если все занято а местные ничего страшного остановимся сюда до утра чтобы первыми потом выйти мы же сверху бросили якорную цепь положить вот этот желательно ему не выходить потому что вероятность зацепа в этом случае конечно почти 100% если он конечно не положил якорь прямо над собой а как мы кладем якорную цепь в таких вот условиях допустим нам сюда надо поставить это место мы с вами на яхте зашли увидели всю эту картинку нам вейсменедж вышел там машет давайте-ка сюда мы разворачиваемся как и во все предыдущие разы становимся таким образом понимая что у нас заброс кормы сюда и начинаем сдавать задним ходом нацеливаемся четко заблаговременно на наше место и заранее вот тут вот уже даем команду если у нас здесь глубина допустим 5 метров в этом райончике мы говорим нашему якорчику отдать 2,5 метра чтобы якорь с цепью висел на глубине не доставал еще грунта но уже был к готовности лечь на грунт вот у нас кто-то стоит на якоре на якорной лебедке и получив команду он отдает вниз эту якорную цепь с якорем он висит вертикально в воде а мы в это время сдаем назад как только мы чувствуем что нас устраивает длина дистанция до причала мы говорим отдать якорь и тот кто на якоре быстро нажимает на кнопочку и у него якорь падает на грунт буквально полсекунды секунду он уже будет на грунте если бы мы стали бы отдавать якорь только сейчас то пока он дойдет эти 5 метров то пройдет больше времени и мы уже окажемся на другом месте а так практически мы от того места где дана команда мы понимаем что у нас якорь ложится на грунт и начинаем точно так же точненько подруливая сдавать назад в это же время наш мурингист на данном случае якорист плавно отпускает нажимает на пульт управления якорной лебедкой и отдает якорь важно чтобы якорная цепь у нас не летела очень быстро и не складывалась горкой и второй момент важно чтобы она не натягивалась максимально задерживая движение лодки мы задержим движение лодки как вы помните лодка перестанет управляться а еще заброс кормы и мы с вами пойдем уже не в то место куда хотим то есть якорь держит якорная цепь держит нашу лодку начинает заносить поэтому должно быть равномерное движение якорной движение нашей яхты должно соответствовать отдаче якорной цепи чтобы она шла якорная цепь шла от лодки с неким углом не просто вертикально вниз и не так же напрягала не отпуская лодки а вот такое легкое легкое провиску с небольшим углом чтобы мы понимаем что якорная цепь равномерно ложится на дно когда мы подходим к причалу за там скажем 3-4 метра мы должны кричать стоп якорь якорист отпускает якорь если же он равномерно натягивал якорную цепь то надо вообще за 2 метра это делать ну когда группы уже там слажены тогда сработаны они все понимают и там тогда яхта практически не найдет если же яхта то есть цепь выкладывался таким образом то мы еще как раз некоторое расстояние пролетим пройдем растягивая якорную цепь сложившейся горкой сами уже будем отторваживаться уже потом или можно будет крепнуть подтянуть якорную цепь немного насколько это непонятно потому что рулевой находится возле штурвала насколько подтянуть ну чтобы не провисало чтобы нос не завалило ветром поэтому ну такой очень тонкий момент идем к причалу и говорим стоп якорь начинаем швартовые операции и шкипер должен сразу же увидеть если лодку несет дальше назад то он тут же обязательно кричит поднять якорь подтянуть якорь если же нос держит лодку и лодка не может подойти назад то надо сказать наоборот потравить якорь якорную цепь потравить якорную цепь кроме того у нас в якорном ящике якорная цепь впереди крепится специальным крючком чтобы снять нагрузку с якорной лебедки сейчас мы подойдем там все посмотрим пощупаем покажу на месте тут можно много картинок рисовать лучше там на месте да вот здесь забыл когда мы с вами выбираем место где наша яхта должна стать то мы с вами зайдя в эту бухту должны пройтись по всем местам где мы можем предполагать во время нашей стоянки куда может занести яхту особенно в этом положении когда нас может крутить на якоре то есть вот мы должны однозначно понимать что вот вот в этой акватории вот здесь где нас будет крутить на якоре нет никаких камней потому что на данный момент мы встали сюда все замечательно а ветер поменяется а тут камень лежит и мы нежданно негаданно с вами окажемся на этом камне поэтому когда мы заходим и ищем место для стоянки мы с вами медленно медленно проходим на яхте на предполагаемых над предполагаемыми местами нашей стоянки вот и кто-то у нас стоит на носу и мониторит там если вода чистая да есть чаще всего чистые глубины там соответственно он прошелся мы возвращаемся и становимся значит ну кидаем якорь правильнее всего кидать якорь если обстановка позволяет по ветру то есть мы против ветра подходим в нужное место кидаем якорь и уже по ветру расстраиваем цепь растягиваясь но это не всегда получается если нужно там допустим вот в эту вот бухту нам встать ветер отсюда то никаких вариантов нет мы должны это сделать таким образом чтобы успеть зацепить швартовую на береговой объект как это делается мы с вами зашли промониторили где будет наша стоять яхта где мы кинем якорь и непосредственно поблизже у берега кого нибудь из команды либо на тузике либо вплавь отправляем на берег кто кто у нас хорошо умеет вязать булинь вот с веревкой плывет на берег а мы в это время выходим из этой бухточки и ищем место где ну уже предполагаем будем кидать якорь готовимся к отдаче якоря когда рулевой в это время смотрит на берег и видит что наш матрос уже доплыл на берег уже закрепил относительно там за камень и готов плыть к нам мы его там машем все давай Серега плыви Серега плывет к нам навстречу а мы в это время растягиваясь назад плывем к ему навстречу в одной замечательной точке где мы с вами предположительно решили встать на якорь мы встречаемся подбираем Серегу на борт Серега забирается на борт дает нам веревку и мы ее подвязываем на утку натягивая швартовку и натягивая якорную цепь в итоге у нас получается такая растянутая растянутая стоянка якорная якорь швартов держит нас в первую очередь якорная цепь а не якорь значит смотрите вот наша картинка где тут вот она если у нас тут будет там три глубины или две у нас якорь с вами может стать в таком положении тогда лапа его не лапа будет не полностью входить в грунт у нас как бы чем больше якорная цепь тем вероятность того что якорь лежит полностью на грунте своим телом и лапы у него цепляются за грунт значительно выше чем более короткая длина цепи поэтому и при этом у нас еще якорная цепь очень тяжелая вот у нас здесь якорная цепь вместе с якорем весит там порядка 250-300 килограмм соответственно сама якорная цепь играет большую роль в качестве якоря поэтому чем больше цепи мы выпустим с якорем тем надежнее будет стоянка были у меня случая за другими лодками наблюдая все кто ставит коротенькие выкидывает якорь вытравливает малое количество цепи они ползут якоря лодки уходят и приходится переставляться и как всегда это ночью в самых неподходящих условиях когда команда спит а лодку несет на другие я уже не говорю про стоянку вот такую в маринах ветер усиливается и начинает у кого-то ползти якорь вот засада то есть они начинают биться от причала если боковой ветер ложится на соседнюю лодку давить на нее вот это и соседям очень неприятная ситуация и у них тоже начинает якоря ползти тут маленькая удочка на нее легло 20 тонн вот тоже ее сдернет хоть они там хорошо поставились вот и все и начинается беготня ночью а никому ночью совершенно не хочется переставляться все начинают кранцы подставлять включать двигатели на передний ход и вот всю ночь все там колбасятся одерживая лодки до утра это из-за того что пожалею длину якорной цепи итак по схватывающим свойствам грунтов на первом месте у нас оптимальные грунты которые лучше всего держат это ил и глина на втором месте песок с песок на третьем месте песок с водорослей водоросли нужно чтобы якорь пробил то есть если он ляжет на водоросли может поползти надо быть уверенным проконтролировать задним ходом как мы проверяем морлинг задним ходом мы должны удостовериться что якорь своими лапами вошел в водоросли тогда будет неплохо держать на четвертом месте камни 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 очень ненадежные стоянка ну конечно там можно зацепиться за какой-нибудь большой камень когда еще из него замучаешься сдергиваться поэтому оптимальный ил глина песок с водорослей с водорослей и последнее у нас с вами из этого вот здесь у нас получается ил и глина глина здесь наверное да ну вот глина сейчас да я бы не сказал песок песок с водорослями скорее по бережку тут больше гальки галька смешанная с песком галька песок вот он нырял он знает у него надо спрашивать с маской кроме того мы с вами можем обозначить место там где лежит наш якорь так называемый можем подвесить томбуй за кончик здесь вот за кольцо на краю якоря банально подвешивается веревочка подвязывается и можем подвязать кранец либо какой-то специальный поплавок называется томбуй а веревка которая его подвязывает буря ну сразу прославится ягер с такой веревкой да да и мы должны знать еще приблизительную глубину чтобы выпустить соответствующее количество то есть подвязать такой длинный веревочку чтобы у нас этот томбуй и не поднимал якорь то есть он может быть коротким тогда будет якорь всплывать выдерживает и не должен быть длинный тогда он уплывет в сторону и мы он вообще никакой роли не будет играть да как бы обозначать то есть мы можем во-первых видеть где наша якорь лежит второе мы обозначаем для других лодок где наш лежит якорь и третье мы с вами можем его даже сдернуть если он зацепится на камень за камень потому что сдергивая за вот это вот кольцо мы можем сделать расцеп лоб которые зацепились во всех остальных случаях очень сложно будет снять якорь если он уже зацепился за камень или вошел в какую-нибудь борозду и так далее здесь в этом плане немного попроще а и самое последнее как мы с вами будем расцепляться если вдруг зацепились вот таким образом не нырять не нырять не нырять это там замучаешься раз а во вторых ничего это не получится было я не могу я не могу делается все это очень просто как ты знаешь вот наша яхта с вами зацепила некую якорную цепь с якорем который лежит здесь и мы тык-тык а ничего не можем все говорят ну давай вперед сдадим давай назад сдадим давай вбог сдадим а она там ерзает держится и ничего с ней не произойдет вот как вы там не крутитесь на своем винте вы вероятность того что вы сдернете составляет одну тысячу процентов вероятность есть какая-то иногда может на какой-то камешек скачать там еще как-то но она очень мала настолько мало что даже лучше не испытывать времени то есть не тратить топливо время и свои нервы мы стараемся якорной лебедкой поднять свой якорь если тут не супер там тяжелая цепь и наша якорная лебедка справляется максимально стараемся поднять чаще всего это удается поднять к самому верху либо лодочка там подтянется либо якорь чуть-чуть пойдет либо как-то цепь но одним словом удается чаще всего поднять хоть на какую-то высоту поближе к лодке якорь с цепью зацепленной дальше то есть мы должны прямо встать да получается она нас подтянет мы будем поднимать и мы встанем точно в том месте где зацепились нас это будет тянуть вверх вниз якорь наш поднимаем якорь вверх соответственно цепь другой лодки нас будет тянуть и мы встанем точно над ней никуда там не денемся дальше можно я закончу потом вопрос так тяжело вообще значит дальше один из наших членов команды склоняется или если это действительно под водой глубоко потому что тут такая картинка получается я тут нарисовал то есть выдергиваем выше воды чаще всего если не получается то значит такая картинка кто-то склоняется и заводит просто веревку веревку под якорную цепь соседа здесь мы эту веревочку скрепим на нашей лодке с одной стороны подтянули ее провели ее под цепью соседней лодки и завели опять на лодку дальше мы отпускаем наш якорь вниз он пошел и он освобождает якорную цепь соседней лодки якорь свисается ниже а якорная цепь остается висеть на нашей веревке дальше просто либо багром либо еще каким-то образом мы отводим наш якорь в сторону и поднимаем его вверх ставим на место у нас остается лодка висеть на веревке мы замечательным образом закреплены на соседней цепи нас никуда не несет никакой опасности для других лодок мы в этот момент не представляем но мы должны понимать как только мы отпустим нашу веревку наша лодка будет неуправляемой если есть соседние яхты нас может на ней свистить поэтому мы должны понимать куда нам уходить куда мы включим двигатель вперед или назад после того как мы отпустим нашу веревку осмотрелись повернули руль там и даем команду отдать веревку один конец один конец веревки падает в воду расстраивается цепь падает вниз в соседней лодке а мы вытаскиваем нашу веревочку в свободный конец на лодку и начинаем куда-то уходить ну соответственно практически не ныряем если это нам удалось якорь и якорь наши подняли достаточно высоко вопрос хорошо все да к вам я вам все расскажу про якорь у нас сегодня с вами будет вот такая швартовка потренируемся я начну перед этим кидать посмотрим сейчас пойдемте наверх посмотрим на месте что это представляет у нас значит первое мы должны открыть два якорный ящик у нас и форпик здесь у нас лежит пульт управления у меня на лодке сюда естественно потом надо стараться не провалиться здесь мы обязательно закрепляем крышку не сделайте это точно себе отобьете либо пальцы на руках на ногах обязательно закрепляем наши обычными канцерами узлами чтобы не было у нас проблем лучше эту секундочку затратить якорь якорная цепь якорная цепь имеет отметки по всей своей длине каждые 10 метров отметили на них ставочки такие красные желтые синий белый каждые 10 метров соответственно когда вы выпускаете цепь вы знаете сколько метров цепи приблизительно у нас в воде соответственно мы можем эту информацию давать нашему рулевому увидели отметку кричите красную увидели 10 метров ну красные кричать не надо а то есть некоторые читают цвета и кричат назад вы должны сопоставить цвет с метрами и кричать рулевому метры пульт управления якорной лебедкой простой up down up вверх down вниз если мне надо опустить якорь я давлю down не суетитесь смотрите внимательно на эти надписи не путайте потому что если я сейчас нажму up у меня якорная цепь натянется и лебедка начнет работать в холостую срабатываться тормозные диски я уже не говорю о том что она действительно может сгореть нагрузка будет сумасшедшая и потом перестанут работать вообще механизм ну тормозные диски сработаются и уже будет неполноценно работать поэтому здесь сейчас я могу только надавить до батарея работает но безусловно в рабочем положении надо будет включать двигатель чтобы он будет всегда еще давать обороты то что я вам говорил на холостом ходу топим красную кнопочку и даем обороты чтобы увеличить ток и генератор генератор выдавал топ в сеть в цепь и якорная лебедка работала полноценно значит мы с вами готовим якорь к отдаче следующим образом здесь вот есть крючочек вешайте на него потому что положите сюда пульт какой-нибудь улетит свешиваем наш якорь вниз вот где-то в таком положении он уже своей тяжестью полетит вниз после того как я нажму даун нажимаю даун он полетел вниз не задерживайте вот в этом месте пусть он в воду уйдет задержите он просто в размаху ударит на корпус и остаются сильнейшие отметины сколы и так далее важно чтобы при подъеме из воды он быстро взлетал вот этот кусочек и падал в воду когда уже упал в воду там уже меньше якорная цепь конечно может по корпусу пройтись но это если у нас рулевой будет действовать неправильно если он будет давать ход когда якорь еще в воде сильный большой мощный сильный тогда можем поцарапать во всех остальных случаях такого не происходит все нормально значит при подъеме якоря вверх надо еще помочь поддернуть за якорную цепь руками потому что уже немного сработаны тормозные диски и он начнет прокручиваться соответственно и якорь не выскочит наверх и ну не получится его затянуть затащить ну и дальше будут срабатываться тормозные диски то есть это получается таким образом жмем ап и тут же дергаем цепь тут сейчас у нас пуллинглайн я это не могу проделать потому что лапами он зацепится там на ходу где-то 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 вот тот самый крючок на которой мы с вами фиксируем цепь снимая нагрузку с цепи с лебедки вот так вот мы цепляем в той части вот здесь когда якорная цепь идет и после этого даем вниз у нас здесь цепь провисает и якорь с якорной цепью рабочая часть повисает на веревочке понятно же да непонятно коль мы когда получается подняли якорь подтянули его давай так не знаю сейчас о чем ты говоришь когда у нас якорь в воде вот как вот у них у всех соответственно цепь у нас создает нагрузку на лебедку вот как сейчас если на волне и поднимется ветер то якорная цепь у нас постоянно будет давать нагрузку на лебедку ее будет дергать соответственно здесь будет разбалтываться а это механизм все таки мощный но точный и если разболтается будет плохо работать поэтому чтобы снять нагрузку вот это воздействует на лебедку мы вместо цепи как бы цепляем веревку и вот в этом месте у нас цепь перестает работать вот этот вот кусочек который от от замененной нами куска вот этой цепи у нас начинает работать просто веревка на месте увидишь разберемся когда это будет вытянуто поймешь сейчас это не портник механизм совершенно верно вот это должен быть свободный код потому что не портник механизм ну да когда тот кто у нас здесь будет стоять на якорной цепи на якоре он должен отдавать нажать down и цепь пойдет вниз но иногда она под воздействием того что лодка быстро идет якорь зацепился она начинает быстро выскакивать в этот момент можно периодически давать up чтобы притормозить скорость выпуска цепи хотелось что тут незаметно косяк рыбы там подошел но не получается незаметно потому что контакт плотный вижу да он из самого утра вроде все вопросы здесь есть ну я все понял кроме одного нюанса я увижу его в процессе хорошо так здесь не забываем закрывать вот так открывается у нас так закрывается при этом пожалуйста не кидайте его туда кладите точно так же он сразу пойдет ударится может разбиться в этот момент вот так и как сделать вот так летен вот так это очень гор ah Субтитры сделал DimaTorzok